7 ноября для закладки капсулы времени выбрали не случайно. 83 года назад, в этот день, на Новолипецком тогда ещё заводе получили первый чугун. На торжественной церемонии глава региона Олег Королёв поздравил металлургов с очередной годовщиной и пожелал новых достижений и укрепления лидирующих позиций в отрасли. Спасибо вам за вашу 83-летнюю, величавую, могучую историю профессионализма, гордости и чести. Спасибо вам за то, что вы заложили величайшую основу для становления и процветания Липецкой области. Спасибо вам за то, что благодаря вашему костяку Липецкой области, и не только которым является техническая интеллигенция Новолипецкого материнского комбината, благодаря чему и Липецкая область является одной из лучших в России, дай бог так держать. Спасибо, живите долго, уважайте друг друга, гордитесь собою, вы лучшие. Здание, которое построят на месте бывшего декана ЛМК, станет самым современным культурно-образовательным центром, не имеющим аналогов в Липецке и области. В нем разместятся аудитории для занятий, концертный зал, выставочное пространство и кафе. Корпоративный университет НЛМК сможет принимать до 500 человек ежедневно, как единый центр подготовки и повышения квалификации для руководителей всех предприятий группы НЛМК. Здесь, как ни странно, не будут учить металлургическим специальностям, для этого есть другие уважаемые вузы. Задача и главная миссия университета – это создать такие условия для сотрудников, чтобы они могли расти, чтобы они могли реализовать свой потенциал. Мы, как руководители, хотели бы, чтобы люди чувствовали, что от них что-то зависит, чтобы они могли внести свой вклад и изменить себя, изменить компанию. Новый облик обретет и площадь Франценюка. Появятся удобные подъезды, парковки и пешеходная зона. Общая площадь зеленых насаждений увеличится почти до 2000 квадратных метров. Мэрия, в свою очередь, обещает благоустроить прилегающие территории. Проспект Мира мы сделаем обязательно. Мы обязательно в следующем году сделаем фасады тех домов, которые на проспекты Мира. То, что сегодня у нас большие планы по обустройству парка металлурга. То, что у нас сегодня большие планы по приведению в соответствие территории, которая с этой стороны, как набережная, тоже должна быть. Завершить строительство центра планируют к 2019 году. Общий объем навестиций более 1 миллиарда рублей. Капсула с посланием молодым лидерам НЛМК 2067 года будет помещена в основании тротуара обновленной площади Франценюка напротив корпоративного университета. Скроют ее через 50 лет. Екатерина Кузьмичева, Роман Авраменко, Липецкое время.